Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня у нас колбасный день и если вы мне скажете, что такого дня не существует, я вам скажу, что колбасный день у меня каждый день. Во времена моего детства в столовке в школьной был рыбный день, который я очень не любил из-за пищевой аллергии на рыбу. И поэтому колбаса это наше все. Друзья, мы сегодня с вами приготовим прекрасную колбасу. Это будет полусухая салями по очень интересной технологии, основанной на эффекте денатурации белка. В обычных сырокопченых или сыровяленых колбасах денатурация белка происходит за счет повышенной кислотности, за счет молочно-кислых бактерий. Вот стартовая культура, если вы делали сыровял со стартами, это и есть эти молочно-кислые бактерии, которые повышают кислотность. В нашем методе, который мы вам сегодня представляем, мы сделаем несколько колбас. Сейчас по этой методике, по этой технологии применена термическая денатурация белка. Но давайте обо всем по порядку. Сегодня мы делаем салями, мелкозернистую, с классным вот таким вот шпиком. И будет очень вкусно, поэтому не переключайтесь. И прежде чем начать, друзья, я вас хочу пригласить на наш сайт Крафт Стор. Ссылочка на сайт будет в описании ролика. Там размещены все текстовые рецепты ко всем видео, которые есть на этом канале. Помимо этого, на сайте есть раздел «Библиотека», где мы для вас собрали для бесплатного скачивания огромное количество электронных книг по колбасированию, сыроделию и домашнему винокурению. Обязательно зайдите и скачайте те книги, которые вам будут интересны для вашей домашней уже колбасной библиотеки. Помимо этого, на нашем сайте Крафт Стор, дорогие друзья, вы можете купить любое оборудование для крафтового приготовления колбас. Это будут колбасные шприцы, различные фаршемесы, мясорубки, промышленные и полупромышленные. Колбасные шприцы у нас даже электрические есть на педальке, когда вам не надо маслать вручную ручку. Помимо этого, термокамеры и коптильни. Друзья, помимо всего этого, мы разработали новый контроллер для управления коптильней или термодымовой камерой. Это очень удобная штука. Вот здесь вот сейчас будет ссылочка на плейлист с обзорами. Контроллер управляет в автоматическом режиме всеми процессами в вашей коптильни или термодымовой камере. Абсолютно всеми. Вы имеете возможность создавать до 10 рецептов, которые будут далее выполняться в автоматическом режиме. Помимо этого, контроллер имеет веб-интерфейс и удобное приложение для смартфона Android. Таким образом, вы можете автоматизировать работу своей коптильней и управлять всем этим со смартфона, что очень удобно. Всю эту красоту, которая продается на сайте Craft Store, можно купить с доставкой по Украине и также с доставкой во все страны Европы, Америку, Канаду, Израиль и еще некоторые страны по запросу. Друзья, по Украине на большинство товаров у нас действует бесплатная доставка. При покупке самогонных аппаратов или ректификационных колонн вы получите интересный, классный подарок от нас. В общем, обязательно перейдите на сайт и, конечно же, если вас что-то интересует, обязательно купите это что-то. Мы с удовольствием будем видеть вас среди большого количества наших довольных клиентов. Друзья, но мы-то сегодня собрались для того, чтобы приготовить колбасу и поэтому продолжаем нашу увлекательную телепередачу. Давайте разберемся с ингредиентами, которые нам понадобятся. И сразу же скажу, что из оборудования у нас сегодня будут практически походные условия. У нас будет мясорубка, кухонный миксер и вот такой вот простенький шприц для набивки колбас. Это мой самый первый шприц колбасный и, к сожалению, я сейчас вынужден работать только им. Это меня не останавливает делать классную колбасу. У меня нет климатической камеры. Кстати, у нас на сайте есть контроллеры для климатических камер. Тоже очень интересная штука, с помощью которой можно переоборудовать любой бытовой холодильник в полноценную климатическую камеру. Ну, в общем, все это на сайте. Да, а мы сегодня без оборудования делаем полусухую салями. Поехали! Для приготовления колбасы мы взяли нежирную свинину. Напомню, в описании ролика вы найдете ссылочку на текстовый пошаговый рецептор, где расписаны все развесовки. Также у нас вот такой вот прекрасный шпик. Делаться все это будет в полимерной оболочке Айцейл калибром 45 мм. Из специй мы будем использовать молотый кардамон и молотый черный перец. Обратите внимание, что для данной технологии количество специй следует уменьшить от обычных рецептур. Потому что при термической обработке они очень сильно раскрываются. Также, друзья, мы будем делать предварительный засол данного сырья. Поэтому нам понадобится 27 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,4-0,6% на килограмм сырья. И 1 грамм сахара. Выбору свинины следует уделить особое внимание. Мясо должно быть созревшее. Это значит, что если вы покупаете мясо в магазине, то оно уже наверняка прошло процесс автолиза. Если покупаете свежее мясо на базаре и вам хозяин говорит, что хрюшка еще утром мирно себе паслась на лугу, тогда обязательно его. В обязательном порядке для любых колбас, это касается и сыровяло, и варенок, и варенок-копченых колбас, помещайте мясо при температуре от 2 до 4 градусов в холодильник как минимум на неделю. Я сейчас нарезаю свининку удобными такими кусочками, ну примерно как мы на шашлык всегда режем, для того, чтобы ее засолить. Сразу же предвижу вопрос, что касается расчета количества посолочной смеси, а именно нитритной соли. Рассчитываем мы из общего веса, то есть не только из веса мяса, а из общего веса. Мясо плюс вес шпика. Отправляю в посолочную смесь подготовленный сахар, хорошенько перемешиваю и засаливаю сырье. После засолки, так как у меня здесь небольшое количество, я эту штуку завакуумирую. Обратите внимание, чтобы не было ни просола, надо вот так вот хорошенько, чтобы каждый кусочек мяса получил свою порцию посолочной смеси. Чтобы у нас не было потом некрасивых серых или зеленоватых пятен в самой структуре колбасы. Друзья, хорошенько перемешиваю, вакуумирую и на неделю в холодильник на засолку при температуре от 2 до 4 градусов. Прошла неделя и мы незамедлительно продолжаем продолжать. Мясо перед тем, как приступить к составлению фарша, я слегка подморозил. То есть не вообще заморозил, а охладил его, он и сейчас имеет температуру примерно около 0 градусов. Нам важно, чтобы в процессе вымешивания фарша не начал таять шпик. Сам шпик, друзья, мы подготовили за кадром, нарезали его на кубики размером примерно 5 миллиметров. Теперь, для того, чтобы этот шпик хорошо вмешался в фарш, нам необходимо его ошпарить. Это стандартная процедура. Беру любой дуршлаг и хорошенько, вот так вот кипяточком проливаю весь шпик. Таким образом, он после этой процедуры не будет слипаться, будет каждый кусочек сальса отдельно. И плюс он не будет выпадать потом из колбасы, что тоже важно, то есть он не мешается. После ошпаривания шпик необходимо хорошо промыть проточной холодной водой. И ключевое слово здесь хорошо. После этого разложу его тонким слоем на тарелку и отправлю в холодильник, для того, чтобы он охладился. Пока я буду измельчать фарш. Этого времени как раз хватит. Пока шпик охлаждается, можем измельчить основную часть мясного сырья. Я использую решетку 5 миллиметров. Слишком крупные решетки использовать крайне нежелательно. Это же все-таки салями. Фарш должен быть достаточно мелкий. Также очень мелкую не имеет смысла, там 3 миллиметра. То есть 5-6 миллиметров просто идеально. Подмороженное сырье, ключевое слово подмороженное, измельчаем на мясорубке. После чего фарш необходимо подвергнуть тщательному вымешиванию. Как вы поняли, шпик у меня подморозился. Вымешивать можно двумя способами. Способ номер 1. Используя какой-нибудь классный буржуйский миксер. А еще лучше тестомес или фаршемес. Способ номер 2. Руцами. При этом руци будут замерзать, так как сырье достаточно холодное. Так как у меня на хозяйстве есть буржуйский миксер. Кстати, можно не обязательно такой вот стационарный миксер. Можно обычный ручной миксер. Вот с такими вот насадочками. Просто держать его в руках и вымешивать фарш. Сюда же отправляю специи, которые мы приготовили в начале этого видео. И вымешиваем все это примерно в течение 5 минут. Нам важно, чтобы фарш не нагрелся. Поэтому мы его и охладили в самом начале. Наш фарш не должен нагреться до температуры выше 8-9 градусов. Иначе жир начнет плавиться. И все это приведет к тому, что фарш осалится. И будет плохо отдавать влагу в дальнейшем процессе высушивания. В результате всех манипуляций у нас должен получиться вот такой вот очень липкий фарш с хорошо вмешанным шпиком. Теперь его можно перемести в шприц для выпивки. На самом деле, конечно, в совсем уж походных условиях можно было бы справиться и мясорубкой. Но шприц, конечно же, справляется с этой историей значительно лучше. Хорошенько уплотни фарш, чтобы было как можно меньше воздушных полостей в нашей будущей колбасе. Выбиваем колбаски в оболочку iCail 45-го калибра. 45-го калибра, как это прозвучало. Оболочку предварительно замачиваем. Просто замочить, намочить в тепленькой водичке. Я сразу же подготовил батоны нужной длины. Выбивать нужно очень плотно. Я принимаю ставки от зрителей на то, удастся ли мне порвать iCail. Обычно, когда я стараюсь набить что-то очень плотно, оболочка у меня рвется. Сам же iCail хорош тем... Друзья, одну секундочку. Дурацкая ситуация немножко. Так вот, сам же iCail очень хорош тем, что с его использованием можно даже сыровял делать без климатической камеры. А у нас полусухая колбаска. Стараюсь как можно плотнее набить. Наверное, хватит. Точно таким же образом выбью оставшиеся батоны. У меня стол не позволяет закрепить пресс. Не пресс, а шприц. Ну, не сломав при этом либо шприц, либо стол, либо себе мозг. Поэтому приходится извращаться. Получились вот такие вот три прекрасных батона. Обратите внимание, друзья, в последний батон у меня попал в воздух. iCail нельзя прокалывать. То есть, с этим теперь придется жить до момента, пока мы слопаем эту колбаску. Я ее помещаю на неделю в холодильник, в обычный бытовой холодильник. Главное, чтобы он был не ноу-фрост. То есть, чтобы воздух от вентилятора не дул. Вот так вот, просто на решетках подвешу батоны колбасы, где они у меня провисят неделю для потери первоначальной влажности. Температура у меня в холодильнике 6-7 градусов, конечно же, плюс. Идеально, если у вас есть климатическая камера, тогда 10-11 градусов температуры и 75-80% влажность. В холодильнике пришлось соорудить вот такую вот конструкцию для того, чтобы подвесить колбасу на дверку. Я просто взял и привязал веревочную петлю на вот такой вот лоточек. Теперь у меня колбаса будет в правильном положении. Через неделю салями подсохло и выглядит вот так вот достаточно красиво. Все-таки холодильник даже с оболочкой Айцейл, на мой взгляд, не очень подходит для сушки сыровяло. У меня есть такое впечатление, что колбаса получила небольшой закал. Но это не помешает нам перейти к тепловой обработке. За 2 часа до начала тепловой обработки я достал батончики из холодильника и дал им отеплиться при комнатной температуре. Тепловую обработку буду производить в духовом шкафу, разогретом до 45 градусов. Очень важно, чтобы температура в духовом шкафу была не выше 45 градусов. Далее саму тепловую обработку проводим по датчику температуры. Я вам в конце этого эпизода скажу, сколько времени у меня занял прогрев батонов колбасы до 42 градусов. Именно до такой температуры нам ее необходимо прогреть. Для того, чтобы самому контролировать, пользуюсь термометром. И вам очень рекомендую. Помещаем батоны в духовой шкаф. И, собственно говоря, при 45 градусах ждем. Процесс термообработки длился 3,5 часа. В духовом шкафу 44. Колбаса имеет температуру 45. Ой, 42, извините. 42. Смотрите, какие батоны у нас получились. Просто красота. Колбаса изменила цвет. Вывешу ее при комнатной температуре до утра отдохнуть. После этого еще на неделю в холодильник и будем дегустировать. По-моему, просто выглядит фантастически. Практически каждую нашу дегустацию можно начинать словами. Я не успел, я опоздал или я забыл провести дегустацию вовремя. Так, конечно же, произошло и в этот раз. Вместо недели колбаса провисела у нас в холодильнике 10 дней. Но я крайне надеюсь на то, что от этого она хуже не стала. И готов ее вместе с вами зарезать, посмотреть на разрез и рассказать вам о вкусовых характеристиках данной продукции. Как видим, присутствует небольшой закал. При этом колбаска выглядит очень достойно. Давайте сделаем нарезочку и будем пробовать. Немножко я с непривычной стороны. У меня сегодня плохо с освещением. Поэтому нарезать не совсем с руки. Но колбаска от этого хуже не стала. Посмотрите, как она режется. Какими тонкими, просвечивающимися... Вообще, с кипочками. Это называется с кипочками. Я даже не знаю, как это назвать. Вот такая вот прекрасная. Прекрасная у нас колбаска. Рагульно порежу с левой стороны. Ну и ничего страшного. И будем дегустировать. Практически за 2 недели и 3 дня дополнительных, которые я забыл, не успел или не сделал, мы получили прекрасную салями. Она просто очень классная по аромату и очень вкусная. Конечно же, она не дотягивает по вкусовым характеристикам для сыровяла, который созревал бы 2-2,5 месяца. Но при этом имеет все его свойства. Не знаю, видно, не видно, как вот этот вот кусочек просвечивается на свету. Это вообще прекрасно. Вкуснотища. Обожаю колбасу, которая вот такая вот как слюда, которая имеет янтарное освещение. Просто перфектно. Явное преимущество полусухой салями в том, что мы имеем очень короткий срок изготовления. Также у нас нет необходимости пользоваться климатической камерой. Кстати, друзья, напомню, что мы производим устройства для переделки обычных бытовых холодильников в климатические камеры. Практически профессиональные климатические камеры. Эти устройства с удаленным управлением имеют удобные приложения для айфона и андроид. Вот здесь вот сейчас будет ссылочка на видеообзор данного устройства. Но вернемся к нашей полусухой салями. Нам не понадобилась климатическая камера. И практически в домашних условиях мы сделали потрясающий сыровял. У меня все тоненькие кусочки уже захомячило. Остался такой потолще. Колбаса получилась просто великолепная. Поэтому с удовольствием представляем вам данную технологию. И также хочу заметить, что практически любой сыровял можно воспроизвести именно по этой технологии. Любые специи, любая фракция. Да, любой рецепт берите и делайте. А у меня на этом все. Друзья, обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Поставьте лайки, нажмите на колоколец. А мы с Ларисой снимаем для вас новые вкусные видео. Нет, новые вкусные, конечно же, колбасы, сыры и домашний алкоголь. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.